Я приветствую вас, дорогие подписчики и гости канала. Спасибо вам большое за то, что доверяете моим экспертам, моим собеседникам и прислушивайтесь к их мнению, о чем, понятно, пишите в комментариях. Кстати, пишите комментарий и по поводу этой нашей беседы на связи со мной Гарри Табах. Здравствуйте, Гарри. Привет, Александр. Хочу тебя поздравить. Ты 4 дня в Ютубе и уже 150 подписчиков. Ну, ты даешь. Молодец. 4 не 4, но все-таки стараемся. Кстати, вот эти подписчики как раз-таки с момента нашей встречи, прошлой, не могли дождаться встречи следующей и просили, настоятельно рекомендовали в этих же комментариях поговорить с вами, потому что действительно сейчас такое тревожное время. И вот, казалось бы, вот этот пик напряженности, вот он именно в эти дни. В эти дни, потому что пасечник Пушилин с вот этими бумажками о том, что 98 процентов. Вот, вот сейчас вот проголосовали, поехали в Москву. И разные средства массовой информации говорили, что 30-го числа, в пятницу, собственно, Путин выйдет и объявит. Позже говорили, что, ну, возможно, немножко позже, там, 4-го октября. Но все же ждут не этого объявления в Украине, а того, что будет дальше. Что будет дальше, Гарри? И насколько далеко зайдет вот это безумие и заставит ли оно нажать Путина на красную кнопку? Ну, что будет дальше, я не знаю. Это господину Пинковскому, он всегда предсказывает будущее, потом мы понимаем, что будет все до точности наоборот. Это тоже такая, у разведчиков есть такое, когда информатором что-то говорит, они говорят, значит, все будет наоборот. Это тоже такая есть схема. Да, но то, что ты говоришь, это абсолютно верно. Чрезвычайно напряженная ситуация. И это было бы смешно, если бы это было не так грустно. Вот АвтоВАЗ, например, сказал, что он теперь берет на себя обязанность выпустить 300 тысяч лад, машины лада. 300 тысяч призвали, 300 тысяч лад. Совпадение? Не думаю. Значит, что, да, было бы смешно, если бы не было так грустно. Рано или поздно, я уверен, что все проголосуют. Это часть теперь России. То есть призывников можно туда посылать, потому что они защищают Россию. Все в законе, он же в законе, он же пацан в законе Путин у нас. Все по закону. Ну, и также, то, что ядерное оружие применять не совсем, потому что ядерное оружие, по закону Российской Федерации, ядерное оружие можно применять, если только Россия в опасности, сама Россия. Поэтому, если вы возьмете Луганск, Донецк, Крым, это не значит, что Россия в опасности. Но они могут это переиграть, как хотят. То, что многие эксперты говорят, у тебя на канале, на всех каналах, что он не может использовать ядерное оружие, что мы следим, американцы, что мы знаем, что они не понимают, о чем они говорят. Есть очень много разных вариантов, есть очень много. И потом мы уже довели ситуацию до такого коленя, когда этого вообще могло не быть. Если бы прислушались к вашему президенту перед началом войны, когда он сказал, дайте мне оружие, а не такси, дайте, введите санкции перед войной, если вы знаете, что будет война, а ему говорят, копайте окопы, и у вас 72 часа, и вообще Байден Кулебе, вашему министру настроения, сказал, думайте о своих детях, в первую очередь, о сынишке особенно, в первую очередь, что он натворил в Украине. Вот, и довели до вот этой сегодняшней ситуации, где весь мир сидит в заложниках перед ядерной войной, похлеще, чем в 62-м году, я скажу, потому что тогда был Хрущев, который боялся войны, он сам пережил войну, его сын погиб на войне. Брежнев вообще о войне думать не мог, он был боевой офицер, хоть он был политрук, но он ходил в атаке. Это, если он так говорил, это у него было ранение в челюсть. Для него трагедия была вот этот Афганистан, он помер из-за этого, он так переживал, но это мне люди рассказывают. Они боялись войны, а этот КГБшник насосался всех этих советских фильмов, всех этих парадов, все эти можем повторить. И для него это нормально, он хочет попробовать разбить, еще раз фашистов разбить, бандеровцев, фашистов разбить. Это, конечно, болеть. Ну и окружение его тоже. Значит, у меня сегодня неплохое настроение, хорошее, потому что риторика Белого дома за последние 48 часов резко изменилась. Не Белого дома, а администрации Белого дома. Из Белого дома пока мы ничего не слышим, но это понятно, потому что президент Байден, он не в себе. Его уже не выпускают на людей, он теряется на подиуме. Нет, ну почему Гарри выпустили? Выпустили, и он звал одну из ушедших в мир иной сенаторов. Я думаю, что его выпускают редко, и то, видимо, его накачивают. Я не знаю. Но понятно, что он уже часто несет бильберду, и это в интернете выложено везде, вы можете посмотреть. Но это не важно, потому что у нас все-таки есть система, у нас есть политика, как бы сказать, видимо. И вот она изменилась. Администрация Белого дома сегодня говорит совершенно другими словами. Господин Салова вышел и сказал, нет, братан, так дальше не пойдет. Все, дошли до точки. Если он раньше говорил, мы сделаем все необходимое, чтобы Украина имела превосходство и занимала победную позицию во время переговоров. Все время он говорил о переговорах только. То есть сейчас он вышел и сказал, мы все сделаем, чтобы Украина занимала выигрышную позицию на поле боя. То есть, чтобы Украина победила в войне, в этой войне. Мы сделаем все. Это сильно он изменил. И было видно, что он говорит очень напряженно. Господин также сказал, что да, передали, значит, говорим мы с Москвой, и мы им сказали, не вздумайте. У нас есть план. Ну и правильно, что они этот план не оглашают. Пусть те думают, какой у нас план. Пусть сами гадают. Это как раз я... Вы знаете, что я небольшой поклонник этой администрации. Но в этом случае это правильно, я считаю. Так вот, ну а самое главное, что господин Блинкин вышел и высказал. Есть такая небольшая деталь, которую люди не знают, это не объявлено. Его отец умер, и через шесть часов Блинкин еврей. То есть, как отец умер, сразу же должны хранить. Умер на высокие праздники еврести. То есть, его похоронили в тот же день, что он умер. Это большой шок для человека. Как бы там ни было. Он не умирает, сразу похороны. И через шесть часов после похорон, уже поздно, он выходит и говорит. Видно, что он под давлением. Видно, что он нервничает. И он тоже высказал свое недовольствие и сказал, что у нас есть план. И этот план мы осуществим. И мы не позволим шантажировать мир ядерным оружием. Чтобы он не вздумал. То же самое вышел наш товарищ Си. Уже сказал, не, не, не. Это не вздумай делать. Поэтому, конечно же, уже как бы просыпается мир. Начинает говорить. Но, с другой стороны, оружие наступательного Украине не дают. Ничего не объявлено. Продолжается. Объявлено миллиард сто. Миллиард сто. И там 18 хаймерсов, 150 внедорожников, радары, противобеспилотные средства. Это все прекрасно. Но это не наступательное оружие. Это для обороны и для разбивания там. Это тактическое оружие. Для... Но наступательного оружия нет. Стурмовиков, вертолетов, танков, гаубиц, пушек, бронет... БМП, боевых машин пехоты, Брэдлис. То, что у нас называется. Этого ничего нет. Значит, ждем ленд-лиса. Выдали миллиард. Ну, миллиард стоит. Опять же, чтобы в сравнении вам... Это три с половиной дня в Афганистане. 300 миллионов каждый день в Афганистане. С кем мы там воюем и с кем вы здесь воюете. Разница понятна. Поэтому ленд-лис это другое. Деньги это все-таки деньги. Это бюджеты. Это Конгресс должен с этим согласиться и подписать. Я уверен, что Конгресс проголосует за это. Опять это политические игры и все остальное. Ленд-лис это когда политические игры прекратились. У президента абсолютно любые права. Никакому бюджету это не привязано. Ничего у Конгресса он спрашивать не должен больше. Конгресс ему передал все уполномочия упростить, чтобы как можно быстрее передать все, что необходимо, чтобы разбить фашистскую Германию. Ну, с мая мы сидим, нету ленд-лиса. Хотя предложение по ленд-лису было еще в январе, еще до войны было представлено в Конгресс. И разные уже варианты. И шесть сенаторов хотят идти, предложили идти в обход Белому дому. Макканал, глава республиканской партии в Конгрессе, предложил, что новые законы сдать, что, мол, президент обязан это делать, обязан давать. Но он не может, потому что он в меньшинстве. Ну, вот в ноябре, надеюсь, что это изменится. Это может только большинство вносить такие законы. Поэтому я считаю, что риторика изменилась, но действий пока нет. И я надеюсь... Что в ноябре? Может быть, это изменится? А может быть, мы все-таки добьем? Я надеюсь, что мы добьем. И все-таки пойдет ленд-лис. Все-таки он начнется. Но на сегодняшний день Пайден запросил 47 миллиардов долларов для Украины. Ну, опять же, это пакет. Это называется для Украины. В этот пакет входит борьба с ковидом, борьба с манкипокс. Огромное количество денег в Южные Штаты для помощи стихийного бедствия. Вот у нас сейчас стихийное бедствие. Видите, волны. Это стихийное бедствие. Пальма упала. Там, значит, стихийное бедствие в Южных Штатах. То есть, чтобы купить голоса в Южных Штатах для демократов в ноябре. Для Украины там только 17 миллиардов, насколько я понимаю, и 7 миллиардов для вооружения. То есть, то же самое, что и раньше. 40 миллиардов, 6 миллиардов для вооружения, а там 15 для Украины, для гуманитарной помощи, для всего остального. То есть, республиканцы проголосуют против этого пакета. Правильно? Гарри, у меня вопрос. Это все, конечно, хорошо и прекрасно. Я хочу прочитать, если они говорят, что будет лайн-лис, вот сейчас он начнется, то зачем запрашивать 47 миллиардов? Да. Против которого проголосуют республиканцы. Потому что они понимают, что он покупает голоса в Южных Штатах этих пакетов. А выдасты это... О, трамписты опять против Украины. Да, да, да. Это очень интересная политическая кухня, но я вот хочу здесь вернуться на полшага назад. Вот смотрите, какая-то очень странная история с вот этим, этой ядерной угрозой, ядерным шантажом. А в чем она странная? Потому что многие, ну давайте я так назову, многие эксперты увидели параллели вот с 25 декабря прошлого года, потом вот то, что происходило с 16 февраля. Я, кто забыл, ну а это не страшно, очень много событий произошло. У нас был день единства, ну так называемый. А тогда все ждали вот вторжения, которого не будет. Ну такое ощущение, вот многие приходят к мысли, что вот сейчас происходит такая же накачка, как тогда, вот только сейчас и немного по другому поводу, по поводу применения тактического ядерного оружия. Складывается такое впечатление, что, ну вот, вот берут на слабо и, собственно, ну вот стараются, вот информационно, по крайней мере, я так точно, с заявлениями, о которых там и вы говорили, да, вот из Соединенных Штатов. Что говорят в Украине, это отдельная история. Ну это понятно, это можно препарировать по-другому, но тем не менее. То есть если ставить там себя на место Путина, то его, ну вот, вынуждают это сделать. Вам так не кажется? Или это такое слишком горе от ума и слишком закрученная мысль? Моего маленького военного мозга, я не знаю, мне кажется, если кажется, креститься надо. А какая разница-то, Александр? Разницы по факту никакой, да. Вот какая разница? Дело все в том, что мы имеем дело с маньяком. И этого маньяка овцы не победят. Этого волка бешеного овцы не победят. Его может победить только еще большая агрессия. То есть такой же, как волк, но еще более агрессивный. Волкода. Агрессивную Японию мы не могли победить. Только большей агрессией мы могли. Это скинуть на них я. Германию только разбомбить в террористской прах. Еще большей агрессией действовать против Германии. Никакими убаюкини, никакими разговорами, никакими дипломатическими. Не работает. Не работает. Мы имеем дело с маньяком, у него есть фикция в голове, что он должен уничтожить фашистскую Украину и таким образом войти в историю. Вот это его такая цель. Все эти заумные вещи, я считаю, я написал недавно вашей коллеге, говорю, вот что говорит один из этих, он говорит чепуху, он подставляет вас, он врет, он говорит неправду. Он мне написал, он говорит, ну может быть он ошибается, может быть он уже пожилой человек, может быть он не имеет плохого ум, умысла в этом, может быть он сам ее заформирован, а мне какая разница? Мне какая разница, у него умысел хороший или плохой, он ошибается или он врет, он это делает потому, что он сидит на Соровских грантах или потому что он полезный идиот, мне какая разница, если он меня убьет своими вот этими подходами, мне разница никакой, я что на том свете Святому Петру буду говорить, а нет, вы знаете, он ошибся по этому, или он не имел плохого умысла, или он на Соровские гранты, понимаете, какая разница, что он думает, его уму надо расквасить морду и надрать задницу, и только таким образом он может быть отступит, но не думаю, не думаю, что он отступит, но его окружение должно задуматься, понимаешь, это крепостные, и они боятся барина, который их стягает каждый день, они его боятся, они отдадут ему дочь на изнасилование, они отдадут ему жену, чтобы он не издевался, и их бил, но барин мой, а соседний барин плохой, и вот они будут этому барину, пока они не испугаются, соседнего барина больше, и когда соседний барин их напугает больше, тогда они своего на вилы поднимут, потому что они того будут бояться еще больше, тут то же самое, его окружение это крепостные, они забитые, они боятся, ну вы же видели перед февралем, когда он их всех повязал кровью, как они стояли, дрожали, патруша стоит, дрожит там, это пока они не задумаются, не поймут, что мы еще сильнее, что они с нами закончат хуже, их семья, мы их уничтожим, может быть тогда вот они скажут, надо избавляться от этого маньяка, он довел всех до ручки, все, тут уже не шутки, тут уже мы не сможем, тут уже не сможет ни Лавров отчитаться, ни оленевод рогами там махать, крутить хвосты оленям, это уже все не пройдет, надо от него избавляться, вот на это, эту стратегию, наверное надо использовать, поэтому надо быть жестче, а жестче быть, это надо, чтобы украинская армия была вооружена так, чтобы она могла перейти в контрнаступление, сейчас зима, вы говорите, слякать, уже это будет сложно, а за зиму они окопаются, особенно то, что они еще рабской силы сейчас набрали там полмиллиона, а то и миллиона догонят, и они окопаются, и тогда это уже будет сложнее все делать, а это зависит от нас. Глупый вопрос, вот по поводу баринов, очень интересная аналогия, какого барина боятся больше, простите, пожалуйста, но, собственно, если барин, условный Вашингтон, условный, ну, запад, ну, давайте, барин запад, да, а воюет-то Украина, да, воюет Украина, конечно, но я бы сказал, не то, что воюет Украина, кровь проливает Украина, нет, воюет Украина, и идут вперед, вот сейчас, ну, мы будем следить за новостями, конечно, мы будем проверять информацию, замыкается кольцо вокруг Лимана, жуткая истерика, жуткая истерика у пропагандистов, там открыта дорога на Сватово, Луганская область, потому что я пока что вот после этого блиц-крика победы под Харьковом, все затихло, правильно, потому что все время не может идти, нужно перегруппировки, нужно отдых, нужно много чего, чтобы вооружиться и опять дальше наступать, но я не видел никакого окружения, и меня это, конечно же, настораживало и напрягало, когда все кричат, ура, мы побеждаем, мы победили, враг бежит, победа за нами, а окружения нет, вот дай Бог, дай Бог, чтобы Бог услышал ваши слова, и чтобы мудрость ваших генералов, выдержка, мудрость и храбрость ваших воинов замкнули это кольцо. Ну да, это совсем другая история будет, совершенно другая, чем вот это контрнаступление на Харьковском направлении. Потому что зима уже на носу, и это усложнит очень всего много. Да, Гарри, так вот про баринов, а почему, ну, собственно, за Тайвань будут вписываться, и идти умирать американские солдаты, а, собственно, за Украину, ну, там инструкторы какие, может быть, какие-то там помощники, может, какие-то отпускники, которые помогают разобраться с техникой. Там не только это, к Тайваню уже погнали наши ядерные авианосцы, группы, группы погнали туда. Самолеты наши там летают, учения мы проводим, сказали, что, да, мы впишемся за Тайвань, хотя, хотя, с Тайванем у нас нет дипломатических отношений. Мы не признаем Тайвань, как независимое государство, суверенное, как нигде мы этого не подписывали, как, например, с Украиной. И вот очень хороший вопрос. Почему же за Тайвань мы посылаем своих солдат, мы говорим, мы будем драться, а в Украине еще до войны сразу же сказали, нет, солдат мы туда не пошлем, посольство мы убрали, посла никогда не прислали, если это будет внедрение большое, значимое, то это одно, а если не значимое внедрение, то другое, в общем, приглашали его, заходи, пожалуйста. То же самое сейчас некоторые параллель проводят, вот не говорят, какой будет ответ о Эдене на удар, он тоже его приглашает, тоже провоцирует, здесь я не совсем согласен, но это мы гадаем, что у него там в башке, и что у него в окружении происходит. И, да, вот такой хороший вопрос, почему, почему здесь вы должны думать о своих детях, о сынке своем, да, а там мы готовы послать своих сыновей погибать за Тайвань, причем мы признаем, что Тайвань это часть Китая. Непонятно, здесь мы позвонили и сказали за Крым, чтобы ни одного выстрела не было, чтобы сдали Крым, потому что мы вас тогда... Я думаю, что в 14-м году был договор такой. А в этом, в 22-м может быть такой договор? В 22-м, конечно же, был такой же договор. А это не я говорю, это говорит господин Бернс, глава нашего ЦРУ, друг, потому что, когда они говорят, наша разведка донесла, это не разведка донесла, это донес господин Бернс, он об этом говорит, публично, он поехал, говорил с Путиным, наш глава ЦРУ едет, разговаривает с Путиным. Нормально? Да? Ну, он был послом там, и он был другом Путина. Это единственный беспрецедентный и противопротокольный эффект, когда посол дружит с президентом. И он к нему приходит как гость. Не как посол, а как гость. Путин не встречался ни с одним послом, ни из одной страны, кроме вот Саврова. Ну, один на один, не как посол. В том смысле, я имею в виду. Вот. И он говорит, что Путин ему сказал, 48-72 часа мы берем Киев, меняем власть, Украину разделяем, все ваши там демократические делишки шито-крыто. А этот клоун, актеришка, полетит к вам. Все. Ему предлагают, убежище, вашему президенту бросить Украину на произвол судьбы лететь в Америку и развлекать наших на Брайтоне. Он очень популярен. Да? Мы все обожаем. Он за 72 часа берет Украину, берет, ставит другого, и все. И никакой войны. Все уж это крыто. И вы, и ваш сынок нормально. И дальше пили. Дальше пили. Не сработало. Президент оказался не клоуном, а президентом войны. Украинская армия оказалась не бандеровская банда бандитов, армия, которая встала насмерть. Генерал Залужный оказался гениальным военачальником, а не купленными золотыми погонами. И украинский народ оказался героическим народом, который не драпанул, а остался на своей земле и дрался. Как израильтяне. Да, женщины, дети как можно больше спасли, а мужики практически 90%, 80% остались. Остались воевать. Не потому, что границы были закрыты. Вы же понимаете, что через любую границу есть пропуск. Ну, там больше надо. Больше надо. Вопрос. Знаете, вот этих людей... Этого же массово не было, как сегодня мы видим в России. Этого массово. Поэтому они просчитались. Поэтому, да, я считаю. Опять, я не люблю гадать, но похоже, что и в 2014 году они договорились и был создан плацдарм. Потом должна была прийти Клинтон и все было закончено. Но тут нежданчик им свалился на голову Трамп, который начал, ввел корабли в Черное море, стали летать стратегические бомбардировщики над Украиной, наши морские пехотинцы, Сибриз, которых таких не было учений, дал летальное оружие Украине, снял вето, которое было наложено Байденом и Байденом и Обамой, санкционировал Северный поток и закрыл все консульства российские в Соединенных Штатах Америки. Не думай, что он завербован Путиным. Приходят, они, конечно, кричат, он наш друг, а Байден это очень опасно для нас, Байден придет порядок на ВИДе. Приходит этот, снимает все обратно, уводит войска, уводит корабли, не присылает посла, то есть показывает все и начинает все время летать господин Салуан, господин Салуан тоже, ну и господин Бернс, глава ЦРУ Москвы и говорит, что вот такой план, не я говорю, он говорит, вот такой план, поэтому копайте окопы и думайте о своих детях, господин Кулеба, то есть ваш министр иностранных дел в этот момент понимает, это опять не я говорю, это говорит он, он в этот момент понимает, что помощи ждать ниоткуда, но когда увидели, что это не сработало, все провалилось, то уже американский народ из Запада говорит, подождите, украинцы дерутся, на них напали, мы должны что-то сделать, ну давайте ленд-лис подпишем, подписывается ленд, но ничего не идет, и вот там пару хаймарсов, несколько гаубиц, туда, здесь, тут, там, еще в основном оборонительное оружие, и украинцы этим пользуются гениально, гениально пользуются этим профессионально, сейчас обучаются уже и пехотинцы, танкисты, обучаются на Западе, конечно же, огромная заслуга идет одному человеку, это Борису Джонсону, я думаю, что если бы это Борис Джонсон не пошел против Давоса, против этой своры, то может быть сегодня бы уже Украины не было, вот Борису Джонсону памятник, я думаю, придется поставить Украине. Хорошо. Он западет потоковую цену, как вы понимаете, за это. Да, что вы думаете насчет событий с нитками северных потоков 1 и 2, подорванных, интереснейшим образом, интереснейшим образом, кто за этим стоит, кому выгодно, и вот теперь, вот теперь, когда это Германия и Дания, они называют это какой-то там саботаж, да, то есть фактически это террористический акт на территории Европы, названный саботажем, вот теперь у Германии, ну, развязаны руки для того, чтобы поставлять вооружение? Ну, руки связывает не Путин, потому что три дня тому назад Шольц, консулер Шольц сказал, что он даст Леопарды Украине, продаст Леопарды Украине, но на следующий же день из Белого дома ему было сказано нет, и он опять дал заднего, это уже не первый раз, то же самое было после Рамштайна 1, после Рамштайн 2, то же самое было с польскими самолетами Мигами, это Белый дом останавливает это, не Россия, что произошло с трубами, трубами, я скажу вам, скажу, отвечу словами Владимира Владимировича Путина, они взорвались, они взорвались, ну, кто это сделал, как это сделал, почему это сделал, я знаю, что у нас есть эксперты, которые сейчас будут вам разгонять разные интересные истории, мы будем получать много лайков, много просмотров, потому что это будет интереснейшая история, я тоже могу, хочу сходить, я вам расскажу очень интересную историю, как Моссад совместно с украинскими спецназовцами туда приплыли, один утонул, все равно взорвали, один взорвал вместе с собой, я не смогу, я могу, очень хороший сценарий написать про это, про все, но никто не знает, что там произошло, и даже расследование, которое будет проведено, это то же самое, как с Курском, и расследование проведено, и все, и бы истории, классные кино сделали, но толком никто не знает, что у каждого есть какие-то сомнения, у каждого есть какие-то свои, и я был тогда как раз во Владивостоке, когда это произошло по службе, и они взорвались, много чего, это может быть все, что угодно, это может быть ваши диверсанты, это может быть американские, кто-то больше, это американцы сделали, наши диверсанты, это могут быть российские диверсанты, сами тоже сделали, могут быть российские партизаны, А могут быть, потому что это было сделано русскими руками, которые растут из жопы, и там что-то пошло не так, и как на лошарике они решили молоточком, кувалдочкой вскрыть эту бомбочку, и когда у них там вся элита подводного флота России на этом лошарике, четыре, по-моему, героя России, капитаны первого ранга, и взорвались. И это я ожидал. Кстати, я больше склонен, что это обыкновенное российское раздолбайство, что что-то там пошло не так, или еще что-то, но это опять же, это надо подождать расследование, это надо посмотреть, что там произошло, туда должны спуститься водолазы, смотреть, что там произошло. Может быть, это кривожопость какая-то, а может быть, это и диверсия. Террористические акты это нет, ну вот здесь это немножко моя тема, да, потому что я люблю террористические истории. Для вас это не террористический акт, для вас это война, это прекрасно, если вы, ваши пловцы это сделали, молодцы, правильно. Если это русские сделали, то это террористический акт. Это все, с какой стороны вы на это смотрите? Да, интересно. Болгары говорят, что у них есть данные по террористическим актам на территории Российской Федерации, и поэтому призывают всех своих граждан немедленно каким-либо образом покинуть территорию России. Соответственно, это, конечно, американцы сделали, это сделали страны Балтии, поляки. Молодцы. Скажите, пожалуйста, что готовится? Потому что самый простой вариант на поверхности, ну вот вышли же американские чиновники, ну мы об этом говорили, пригрозили, а Путина это как бы не остановит, и тогда никто же не знает, какой есть план. Вполне возможно, что будут бить по территории России, а почему бы и нет, в случае применения Путиным ядерного оружия в Украине. Поэтому вот переполошились посольства, дипломаты, и говорят, граждане, будьте осторожны, уходите, или не будьте в скоплении большого количества народу. Американское посольство объявило, что американцы должны покинуть территорию Российской Федерации. Это тоже чрезвычайный такой поступок за последние 24 часа. Это случается редко, но как было в Украине, потому что бомбили, война шла, они говорят, слушайте, американцы, мы вас не сможем эвакуировать, валите отсюда. Любым способом. И мне каждый день 3-4 смс-ки приходило по этому поводу. Поэтому это чрезвычайная ситуация. В России же войны еще нет, но уже говорят, что американцы. И также, чтобы американцы не ездили в Россию. То есть, это такой, это серьезный выход. Если это болгары делают, то тоже. Я могу с полной уверенностью вам сказать, потому что я лично знаю очень близко, что премьер-министр Болгарии не друг Путина. Вот премьер-министр Болгарии, он не друг Путина. Кстати, с русской фамилией. Ну да. Ионов. Да. Он не друг Путина. А что будет в России? Я надеюсь, что России не будет. А, в принципе. В принципе. Ну, той России, которая сегодня существует, я не знаю, что будет. Это опять господин Пинковский к этим всем предсказателям, кто здесь с космосом связи. Они видят будущее. Я надеюсь, что Россия распадется на несколько частей. И мы уже видим, что Кавказ, опять же, это люди, которые не были крепостными, не были рабами. Они свободолюбивые, очень похожи на украинцев в этом отношении. Они любят свою землю, они оттуда никуда не уйдут, они будут драться. Мы видим, что они осознают, что ими пользуются. Они видят, что над ними происходит геноцид, но только другим способом. Не таким, как там Гитлер над евреями, или там над армянами, или еще где-то были геноциды, или как Голодомор с Украины. А другим способом. Посылают их на войну. И таким образом избавляются от таких малых народов. Они это осознают. И мы уже видим, что это значит... Мы видим, что во Владивостоке, на Дальнем Востоке тоже, там, в Калининграде, люди недовольствуют. Но там все-таки они таких рабских кровей крепостных. А здесь, вот на Кавказе, да, это они такие взрывоопасные. И я надеюсь, что в конце концов Россия в той форме, в которой она сегодня находится, ее не будет. Почему я надеюсь на это? Потому что после Буча, после этой войны в Украине, после всего, что творили здесь русские, я не оговариваюсь, не россияне, а русские, то Россия в той форме, в которой она сегодня существует, мы с ней жить на одной планете не сможем. Мы не сможем больше жить. Я был один из этих придурков, которые в 90-е годы с моими белогвардейскими внуками, моими товарищами, власовскими детьми, которые мы учились вместе в училище, потом служили с ними, мы все рванулись в Россию. Все, закончилось. Ельцин извинялся в ООН, в нашем конгрессе за коммунистическую партию. Все, они хотят быть в цивилизованном мире, как украинцы сейчас. Они выходили на демонстрации, они поняли, они осознали, что ни хрена, мой папа сказал, ни хрена они не осознали, они все равно пойдут обратно в ГУЛАГ. Они все равно выберут себе КГБшника и все равно пойдут обратно в ГУЛАГ. Из ГУЛАГа там охраны не надо было иметь. Они друг друга не выпускают. Почему охрана их не выпускала? Потому что, если мы их выпустим, они нас вместе с собой обратно загонят. Как сказал великий Михаил Йосифович Веллер, народ такой, ничего не исправишь там. Ты не исправишь там. Это крепостные. Пока их не будут водить по пустыне 30 или 300, наверное, с ними надо будет 300 лет ходить по пустыне, пока вот это вот вышибется из этого. Поэтому с этой, с такой Россией мы жить на одной планете не можем. Мы не можем все время быть заложниками, все время бежать, спасать ее каждый раз. И каждый раз они возвращаются и тащат нас вместе с ними в этот лагерь. Ну, ладно. Вот, допустим, и у вас в программе много есть вот этих, которых я называю Дэмшиза российская. Это те, которые демократические вот эти головастики все российские, которые либерально настроены, все эти поэты, шахматисты, математики, вся эта интеллигенция, которая уехала из России и ждет, вот как Илья Пономарева, вокруг него их много, они ждут, когда Россия распадется, когда Россия изменится, они приедут туда и вот будут выстраивать опять новую Россию. Вот я могу, я сказал это Илье Пономареву, вот на меня можете не рассчитывать. Я больше туда не пойду. Я вас спасать больше не буду. Я буду всегда до конца своей жизни, я буду делать все, чтобы вас не было. Чтобы вас на планете не было вообще. Потому что с вами жить невозможно. Вы как только начинаете вставать с колен у себя в голове, с колен вы никогда не встаете, вы как лежали, так лежите, с вами становится невозможно. Вы начинаете запугивать. Вы начинаете воровать, вы начинаете обманывать, вы начинаете убивать, вы начинаете себя вести, как дикари. Уже у всех, у вас уже БМВ, Мерседесы, компьютеры, зубная паста, айфоны. Вы уже ездили в Турцию, жрали сколько хотели, купались в теплом море. Никто вас не трогал. Чего вы вдруг НАТО забоялись? У вас какая НАТО? Какая НАТО вас трогала? У вас все было от НАТО, а вы все равно ведете себя так. Чего вы добиваете? Кому вы нужны? Вас надо было прикончить в 90-е годы. Но поэтому вот этого Дэмшиза, которого я называю, на меня можете не рассчитывать. Я буду наоборот. Россия в той форме, в которой она существует, не может существовать с нами, с нормальными людьми жить в одном доме, в одном дворе. Очень достаточно однозначные, резкие, понятные слова. Извините. Пожалуйста. Я думаю, с удовольствием российская пропаганда вырежет кусочек из моего видео. И у себя там где-то в этих шальных студиях покажут. Единственное, что, друзья, вы когда будете вырезать, лайк поставьте. Это я обращаюсь к тем, которые... Подпишитесь. Да, да. И подпишите. Гарри Табах. Да, вот. А взятое с этого канала. Я, понимаете, Александр, я помню, как и в НАТО, и в ООН, и везде. За 90-х годов, где-то вот лет 10 до 2000, даже 2010 года, я выступал и говорил, нет, нам надо помочь России стать членом общества. Нам надо им помочь. Мы должны им помочь. Мы обязаны, как люди ответственные, как люди, которые хотят жить в мире, в процветании, как мы помогли Японии, как мы помогли Германии, как мы помогли Корее. Стать цивилизованным, частью цивилизованного мира, а не Северной Кореи. Ни хрена не вышло. Ни у меня, ни у людей, которые там в 17-20-х годах поехали. Поехали помогать, а они там голодомор устроили. И мы приехали. И то же самое. Поэтому шестой-седьмой раз, я думаю, рассчитывать не стоит. И я знаю, что много окружений, вот из офицерского окружения, с которым я служил, из белогвардейских семей, там из власовских семей, из армянских семей, с грузинских семей, люди, которые, ну, их предки, с украинских тоже. Я думаю, что мы больше не поедем спасать Россию. Ну, вы понимаете, что, и вам, наверное, напишут в комментариях, как Америка спасла Югославию, а как Америка спасла Афганистан? Ну, да, на все это, конечно, есть свои. Я не говорю, что мы все время правы. Я не говорю, что мы приняли правильные решения каждый раз. Вот как по мне, с Ираком, конечно, может быть, можно было и по-другому действовать. Но про Югославию я могу вам сказать одну вещь, опять же, потому что я участвовал в этом. Люди приходили к американскому посольству и складывали убитых детей и женщин. Прям вот складывали их перед американским посольством, говорили, а где американцы? Где американцы? Идет геноцид. Идет геноцид мусульманского населения. Сербы нас убивают. Почему весь мир молчит и сидит? Вот тогда адмирал Борда, я помню, кстати, его родители с Одессы. Его родители с Одессы, у него юмор был такой одесский. Он был командующим военно-морскими силами США. И он мне об этом рассказывал все. И он сказал, что если они не разминируют, то через несколько часов будет налет, и мы их разобьем. Все просили, чтобы американцы вошли. Но это часто так бывает. Они просят, чтобы американцы пришли, спасли, а потом говорят, янки, го, хом. Почему-то они не складывали трупы ни возле британского посольства, ни возле немецкого, ни возле французского. Они складывали трупы убитых детей возле американского посольства. И когда мы отреагировали, конечно же, там не было массового убийства американцами населения. Мы защищали население. Там нет, точно так же, как и в Ираке, и в Афганистане. У нас жесткие правила. Нету такого, да, везде, в любой армии, в любом, особенно в больших армиях попадаются и психи, и душевно больные, и садисты, и то есть, но это исключение из правил. А здесь, извините, у меня, как говорит Великодушно, тут это правило грабить, мародерствовать, насиловать, убивать детей, бомбить госпиталя. Покажите мне хоть госпиталь один или школу одну, которую мы разбомбили в Афганистане или в Ираке или в Югославии. Нету этого. Мы один раз запустили ракету в китайское посольство. В одно окно сказали, извините, мы ошиблись. Но мы не ошиблись. Мы знали, что в этом окне. Китайцы сказали, еще раз так запустите, мы запустим в ваше окно. Мы тоже знаем, где ваше окно. Там были специальные окна. Все, больше ничего такого не было, чтобы по гражданскому какому-то инфраструктуру. Ну и посмотрите сегодня на Сербию. Посмотрите, как они сегодня живут. Если бы мы не драпанули с Афганистана, с сегодняшним Афганистаном, может быть и там что-то изменилось. История не любит сослагательных наклонений, конечно. Да, курды живут, тебе тоже не жалуются. Там, где были американцы. Не все идеально, конечно. Я не говорю, что идеально. Но если смотреть, то поэтому я говорю, мы призывали к этому и хотели помочь. Не получилось здесь тоже. Не получилось в Афганистане, не получилось в Ираке. Еще неизвестно, может быть, как-то и получится. Но в Иране, мы сегодня видим, в Иране уже тоже что-то двигается. Сдвигается с места. Да, да. И снова-таки на народной волне народного негодования. Ну, давайте все-таки, чтобы не на таком мрачном завершать нашу беседу. Тони, да, вот я скажу, что Гарри Табах, отмечен его YouTube-канал. Он как пользователь YouTube. Перейдите, подпишитесь, поставьте лайк, посмотрите видео. Это важно. Это очень приятно нашим экспертам, когда их личные YouTube вы тоже посещаете. Ну и, конечно, если не подписаны на мой YouTube и смотрите это без подписки, лучше подписаться, конечно, и поставить колокольчик, чтобы знать, когда новые видео выходят на канале. И лайк этому видео обязательно. Финальный вопрос. Я его так готовил полегче, но это все, конечно, связано с нашей вот этой темой, вот этой логикой, которую диктует Путин на вот этом излете, вот этих больших проблем и неприятностей. А мобилизация. Но с необычным, ну таким, таким женским уклоном, казахским женским уклоном в соцсетях Казахстана, ну в казахском сегменте соцсетей, Инстаграм, там другие вещи, скажем, ТикТок, ну очень любят. Молодые казахшки выставляют сториз там или видео и предлагают за 100, 200 и 500 тысяч рублей фиктивный брак, пересекшим границу россиянам, мужчинам призывного возраста. Мол, вы тогда, собственно, вот как бы казахи, и вот и все, и не надо будет служить и ехать в Украину, умирать. Удивительно, что, ну насколько там, ну понятно, что мы далеко друг от друга, ну у меня там буквально там пара казахов было, таких, с которыми я мог общаться, как-то был знаком, ну немного этих людей. Но я никогда не думал, и вот стереотипно, я никогда не думал, что вот такая идея, вот такое коммерческое предложение может родиться у казашек. Вот у кого, у кого, а у казашек. Я не удивлялся, когда там румыны, молдаване, вот эта довоенная старая история, там паспортачи, там все-таки же это как бы еврозона, вот давайте эффективный брак. Но казашки ловят момент. Что думаете по поводу этого веселого случая? Я считаю, что нужно брать, нужно брать. Если бы, не дай бог, меня бог наказал, и я, знаете, это анекдот старый есть такой, когда в КГБ вызывают старого еврея и говорят, зачем вы учите еврит, зачем вы учите хибрил? Он говорит, ну вы же советский человек. Он говорит, ну потому что когда я умру, я бы хотел с богом говорить на его родном языке. Он говорит, а если вы попадете в ад? Он говорит, ну русский я уже знаю, поэтому ничего страшного. В аду я буду говорить по-русски. И это хорошая идея. Это прекрасная идея, я считаю. Я думаю, что не только ГГБ. Я думаю, что такие вот, такие хорошие идеи, они же не усиживаются, в них же нет границ. Я думаю, что это перекинется в Туркменистан, в Таджикистан. Знаете, в Туркменистан, страна, которая тоталитарная, которая там 3 доллара в месяц люди получают за плату, даже туда бегут люди, даже туда русские бегут. Вот интересный вопрос. А почему таких предложений не поступало украинцам, которые не хотят служить в армии? Которые не хотят идти на войну? Я не слышал такого, чтобы такие предложения шли. Казахстан вообще удивительная страна. Я служил в Казахстане год, в посольстве там. Казахи удивительные люди. Потому что, напомню, что огромное количество людей поехало в эвакуацию в Казахстан. Моя мама была эвакуирована в Казахстан. Казахи принимали эти люди точно так же, как и в Узбеки. В Узбекистан тоже, в Ташкент. И там делились с ними. С людьми, с которыми они ничего общего не имели. Ни языка, ни религии, ни культуру. Ничего. Они делились. Они понимали, что у людей проблемы. Дети. Они с ними все им делились. Было мне очень грустно наблюдать в Москве, когда я служил в Москве, когда вот эти дворники или шоферы, или еще кто-то, узбеки, казахи, как над ними смеялись русские. Что они чурки и то и все. Я говорил, вы понимаете, что они ваших родителей. Их родители, их деды, бабушки спасали ваши. Делились с ними последние лепешки. Скоты. Неблагодарные. И до сих пор мы видим и в Казахстане, что получилось. В Казахстане были созданы чеченцы. Поэтому там много чеченцев. Куда были сосланы немцы. Пополовские немцы. Там много немцев. Там много блондинок. И там очень много русских. Самих русских, которые почему-то не бегут в Россию, а остаются в Казахстане. Ну и украинцы традиционно. И украинцы. Это очень многонациональная страна. И там прошло достаточно лет, когда они перемешались вместе. Поэтому там люди очень красивые. Ну, внешне красивые. Наверняка умные тоже. Потому что, когда смешиваются люди, они, вот как Майя Шарик, да, она дворняжка, она волк с собакой. Очень умные, очень красивые. И это прекрасная страна, хотя она и тоталитарная, и со своими проблемами. Все. Но остается понимать. Народ там и власти понимают, где правильная сторона. Где правильная сторона истории. И они занимают вот эту правильную сторону истории. Хотя они понимают, что их сосед. Казахстан это огромная страна. Казахстан больше, чем вся Европа. Люди думают, что Казахстан маленькая страна. Это не маленькая страна, это очень большая страна. Население там 18 миллионов, что-то такое не очень большое. Меньше Москвы, допустим, население. И у Казахстана еще очень большой сосед. Тоже есть Китай. От которого они тоже очень должны считаться с Китаем. Поэтому им очень сложно быть в такой ситуации. Но они занимают вот такую позицию. И они принимают русских, которые бегут оттуда. Хотя у них и так очень огромное русскоязычное, можем сказать, там русскоязычное население. Там похоронен отец самого великого раввина еврейского Шнерсона. Вот это библиотеку, чью Советский Союз скоммуниздил. Это очень многонациональное, очень хороший народ. Там хороший народ живет. Хороший, вкусная еда, хороший народ, прекрасная природа. И они добрые. Поэтому идея неплохая. Я считаю, что всем русским призывного возраста, ребятам, женитесь, не пожалеете. Женитесь и, может быть, хоть здесь русские заплатят. Спасибо вам большое. Гарри Табах был моим собеседником сегодня. Спасибо. И, конечно же, берегите себя, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал. И увидимся точно. До скорого. Спасибо. Спасибо.